Экспедиция Retail продолжает свою работу и, как видите, мы находимся рядом с магазином Caravan Bashy. Такой, знаете, достаточно яркий вход. Око это в единственном магазине именно так оформлено? На данный момент, да. Мы как эксперимент. Есть ли имена у данных? Пока на данный момент нет. Пойдем к магазину, посмотрим. Да, магазин ценностный. Магазины очень много и уже сейчас сразу встречает восточные сладости. Тот 3d панно, которое уже всегда заметно всем. Я бы хотела еще обратить внимание сразу посмотреть, какое кафе нас встречает. Это действительно очень яркая, красивая картинка. Я же всегда, когда гуляю по магазинам, в данном случае есть кофе. Насколько востребована вот эта кофеточка, среди ваших покупателей? Люди пользуются, кофе пользуются спросом и его берут. Классический тренд уже, кофе должно быть в каждом магазине и, соответственно, это нужно давать. Оно востребовано на данный момент. Оно есть? Оно есть. Это партнерская история или это ваша? Пока это партнерская. В дальнейшем плывание у нас есть в каждом магазине. Ставят свои уже кофемашины. Оно востребовано людям. Прошивают. Пают. Не могу не отметить, что мы уже сейчас подходим к туристическому некому числу. Здесь есть та туристическая продукция, которую притягивает. Насколько вообще именно вот этот ассортимент востребован? И востребован ли он только в этом магазине, а в остальных, скажем, не очень? Ну, он востребован везде, но особенно в этом магазине. Тут туристический трафик больше, чем в других магазинах. Магазин сам находится в торговом центре, Грозный Молл, и туда много туристов заходит. И вот этот полк непосредственно пользуется спросом. Тут товары с национальной атрибутикой, с картинками города Грозного. Грозный Сити, мечеть наша. Главная достопримечательность – это сельство Чечни. Да, это очень красиво. Вчера в вечернем формате, мы посмотрели на город, конечно, он впечатляет. Ну что ж, у вас по классике, такие большие овощные развалы, много, прям много голок. Отмечу, что очень интересная микрозелень. Что чаще всего покупают? Что любят здесь в части овощей и фруктов? Ну, в основном, как и везде, пользуются фрукты, овощи. День, в том числе, и ягоды сезонные. Да, здесь все есть. Мы сейчас находимся в ноябре, но как бы по сортименту широкий, много что подобрано. И дальше, что касается овощей, помидоры, фруктов, в том числе, и зелень, микрозелень. Она появилась на рынке недавно у нас непосредственно, но ходит из спроса. Коллеги, я хочу обратить внимание, микрозелень, которая достаточно интересная, и помимо того, что это вот такой хороший, свежий продукт и недорогой, он еще и местный производитель. Да, это местный производитель, выращивает местную грузелень. Грузелень, да. Мы, как пробный вариант, выставили его в магазине где-то месяца-три назад. И он востребован, люди получили это спросом и покупают грузелень. Вчера я еще здесь видела цветочки, а сейчас их нет. Видимо, уже купили, еще не подвезли. И реально красивые цветы, которые можно использовать для салатов. Очень красиво. А еще отмечу, что здесь очень вкусные огурцы. Какие? Это огурцы. Какой-то сорт определенный, да? Да, вот два сорта. Есть торт эстафета и есть торт маша. Это все местные. И на вкус вы пробовали. Да, это действительно, другой вкус, это вкусно. Это реально вкус огурца получил. Ну что ж, притягивает взгляд вот та инновация, да, о которой мы в том числе говорили. Да, один из инновационных продуктов является перчатки. Их легко вот так... То есть одной рукой можно взять одну перчатку, не трогай ее. Не подадите спокойно. Хлеб. Дальше уже легко снимается. И мусор. Вы знаете, мелочи. Но эти мелочи создают тот особенный опыт, который сложно повторить в другом магазине. Ну и продолжаем уже здесь, около хлеба. Видно, что есть покупатели, которые традиционно идут туда. Вот хлеб выкладывают, который только недавно там еще был в печи. Сейчас уже сюда. И вот эта док-выкладка, она такая привлекающая. Тянущая, ну, к ней хочется подойти. Самый популярный здесь какой хлеб? Ну, в основном пользуются все хлеба популярные. У меня есть допустительник в Багетке. Да, да, да. Ну и продолжаем также смотреть уже хлебную полку. Есть специальное оборудование, которое не менее там... Здесь уже получается и привозной хлеб, и партнерский. Ну, основные здесь все хлеба наши, вот, наши пекарни. Здесь партнерские, в основном, здесь выставлены хлеба наши пекарни, которые мы с вами привлекли. Ну, и, конечно, сладости здесь же, тоже хлебные. Какая, чак-чак? Чак-чак, чак-чак называется. Уменьши, еще другие сорта. Столовые разные, с разными вкусами, разными добавками. Есть с сухофруктами. Ну, нас сладости будут встречать постоянно в магазине. Ну, ну... Любят, да? Да. Ну, и, конечно, вы знаете, к вопросу о верблюдах, да, то есть, и к вопросу о крупных таких объектах, которые создают вот тот необходимый антураж, эмоции, да. На протяжении нескольких часов, что я гуляю по магазину, я постоянно увижу, что фотографируется или здесь, или вот там на входе, да, такой элемент. В любом случае, Пагмин у нас отличается от других магазинов. Так бы сказать, то же самое 3D-панно, береблюда при входе, и в зале, и восточная зона, которая у нас. Не будем далеко отсюда уходить, все-таки, наверное, попробуем до готовой еды. Кстати, здесь уже кроется ответ на то, что люди, конечно, дома любят готовить, но вы посмотрите, какая очередь сейчас рядом с готовой едой. Объединенное время. Вот эта витрина, она используется очень большим спросом. Есть салаты собственного производства, и все это готовится непосредственно на отсутствие. Вы как сейчас видите, люди... Слушайте, ну прям вот очередь, да, ну то есть мы так удачно, конечно, выбрали время. 12.12 сейчас, и, соответственно, обед по расписанию. Давайте попробуем пройти вдоль этой витрины, она, как правило, там максимально притягивает, но много места, свободно, можно много что дать. Ну, вот пространство в этом магазине мы специально закладывали, чтобы людям было комфортно. Ну, вот сейчас я вижу, что закончилась уже горячая еда, и вот предложена готовая еда, и начинается... Да, вот дальше колбасные изделия. Вот на этой витрине все колбасы местных производителей. Это Аргунский мясокомбинат, есть Апанюртовский мясокомбинат, ну и так далее. Есть Виво, наш местный производитель, который делает ассортимент хороший, но оно пользуется спросом. Ну, и, конечно же, баранина. Баранина, говядина, дальше у нас идет мясо, вяленое, сушеное. И вот то, что сушеное, это прям специалитеты, сделано в Чечне, подсвечено, чтобы точно нужно было понять, что именно. Как это берут? То есть это самый праздничный или традиционно? Ну, это просто поседневное. Это поседневное? Да, берут не то, что местное, берут и туристы, пробуют. Вот у нас вяленое говядина, конина, дальше баранина, есть домашняя колбаса, курдюк, копченый, сушеный, с специями. Это надо попробовать. Да, да, да. По поводу рыбы. Не очень большой отдел рыбы, потому что там мясоеды. Ну, почему? Мы рыбу едем. Сейчас только рыбный сезон начинает, когда жаркую погоду рыбы и так уже пользуются сбросом. Сброс начинается с осени. Ну, как минимум, как бы красная рыба, которая, наверное, и более поздно, она в свежем формате присутствует, остальное по мере появления уже рыбы и, соответственно, к Новому году это, понимаете, больше будет. Да, в праздничном столу уже. Будет выбор большой. Ну, снеков различных, их более чем достаточно для того, чтобы, там, вот кому интересно эту историю взять. Ну, вот среди снеков, давайте посмотрим. Это, наверное, только у нас мясо тушеное. А, это вот то, о чем мы разговариваем, только нужно упаковывать. Я же не в одном магазине наблюдаю, что здесь прям так очень крупно формату стоит консервация. Это ваше производство? Это производство наше. Домашние огурцы, помидоры, черемша. Опять же, отмечу, ребят, 350 рублей за вот такую огромную банку помидор. Ну, и компот, там, персик, клубника, малина. Вообще, на самом деле, когда гуляешь по магазину, вот эти 40 с лишним тысяч SKU, конечно, ну, кажется, их есть куда поставить с одной стороны. Вообще, полок хватает для всего ассортимента, который еще хотелось бы ввести? Ну, пока на данный момент система ассортимента, с которой мы сейчас работаем, у нас хватает. Веч, новые какие-то темы, которые тоже не нравятся у меня. Давайте дойдем еще до восточной сказки, где у вас сладости, да, там вообще такой уникальный, скажем, такой уголочек магазина. Вот, опять же, вот сейчас идем, видим очередное панно красивое. Вообще, вот это атмосферно, да, атмосферу создает. Насколько сложно поддерживать, ну, скажем так, в состоянии там... Ну, без этого не бывает, в любом случае, приходится реставрировать. Есть мастера, которые делают реставрацию. Но там по себе очень трудоемкая работа, сделана очень красиво. Есть ли говорить про сладости? Культура потребления сладости, она вот какая? Какие? Это просто поесть или все-таки этот подарок? Как можете рассказать об этом? В основном, как вы видите, тут подарочные наборы. Люди покупают на подарки. У нас, когда бывают праздничные дни, у Роза Байран, люди дарят друг другу подарки. Вот, пользуются очень большим спросом, особенно в праздничные дни. Тут представлена продукция турецких производителей, мелоди, волчи, есть еще Коско. Смотрите, на самом деле, это одна из самых таких притягивающих... Вот у вас есть зона кафе, очень притягивает взгляд, ну и вот, соответственно, вот это. Очень такой нарядный, яркий. И понятно, что, ну, скажем так, сюда хочется зайти. И отсюда без покупки сложно уйти. Я вижу, там специальное еще оборудование для каких-то вот, ну, там, дрожжей, сладких дрожжей. То есть он тоже, насколько пользуется... Ну, это уже покупается именно продавец-консультант помогает здесь. Ну, как вы видите, конечно, вот это все мелочи, которые надо заранее продумывать, создавать и наполнять. Насколько сложно вам, как вот директору сети, вот таком особенном магазине продолжать создавать вот этот необходимый трафик, необходимый ассортимент, он, примерно, и для этих же полок, да, чтобы поддерживать интерес к магазину? Ну, это работа целой команды. Мы работаем в команде, и благодаря сотрудникам, которые, соответственно, занимаются закупками, ну, нам как-то получается поддерживать ассортимент. Ну, здесь есть что попробовать, есть что посмотреть. Отмечу, что прямо в этой же части находится развесной чай. Насколько я знаю, очень востребованный, да? Да-да, он пользуется спросом, есть две полки. И, наверное, внимательный зритель уже заметил, что алкоголя в магазине нет. Ну, у нас не только алкоголь, у нас и сигарет даже нет. Мы принципиально не продаем алкоголь, не сигареты. И, как, опять же, показывает практика, очень многие магазины, когда они открываются без алкогольной лицензии, ну, скажем так, не очень зарабатывают. В вашем случае здесь традиции нет алкоголя, поэтому вы работаете на создание другого трафика и создание, соответственно, обычной классической покупки. Мы пытаемся завлечь клиента другими ассортиментами товаров, которые больше спросим. Коллеги, а сейчас у нас появляется, наверное, новая рубрика, потому что все-таки очень хотелось бы показывать иногда такие вещи, которые не взлетели. И вот здесь мы попробуем разобрать некоторый кейс, почему это не взлетело и что с этим можно будет делать. О, расскажите нам про это оборудование. Вот там вот есть одна корзинка, нам поможет. Да, сейчас. Вот клиент тут вводит в корзину к кассе, ставит подъемник. Это такая помощь покупателю. Казалось бы, крайне удобная история, но... А теперь давайте смотрим. Когда выбиралось это оборудование, я же уверена, что это на какой-то выставке увидели интересное оборудование. Причем я знаю, где я это оборудование видела. Но вы привезли его сюда, и сейчас выясняется, что это не очень удобно использовать и вам, и покупателю. А почему? А почему? Ну, потому что оно выходит на место. А почему? И я представляю, что, скорее всего, оно должно стоять здесь. Ну, само место расположения подъемника, оно выбрано неправильно. Поэтому оно не востребовано. Да, да. Но есть еще один момент. Это как раз, когда какие-то технологии, они пока ты не привезешь их к себе, ты не поймешь, как им можно пользоваться. И просто иногда не хватает времени, а иногда элементарно. Оборудование другое стоит здесь. И если мы представим, что это оборудование у нас уже сюда переезжает, оно со мной немножко неудобно. Я к чему сейчас вот этот момент сейчас показываю здесь, в рамках вот такой зарисовки. Потому что иногда очень хорошая, интересная, правильная практика и такой новый сервис, который можно было бы давать покупателям, он оказывается не востребован в силу того, что много мелочей нужно сделать дополнительных, чтобы этот сервис заработал. Ну, на данный момент, учитывая само положение, надо было его ставить в другом месте, но для удобства клиенту, чтобы он мог товар взять и положить на ленту. И мы с вами уже, по-моему, придумали одно из решений. Мы нашли решение. Да. ОК уже сказал о том, что будет внедряться касса самообслуживания. И именно в этом месте, рядом с кассой самообслуживания, будет удобно поставить корзинку. Не надо ничего будет перекладывать, не надо формировать дополнительное место для корзинки. Подъезжает корзинка, ставится на эту историю, поднимается. Все человек считает через кассу самообслуживания и выходит доволен с покупкой. Так что мы найдем этому оборудованию применение. И, надеюсь, в следующий раз, когда я приеду, я это уже смогу увидеть. Увидеть воочию. Да. Ну что ж, вот такая прогулка получилась по магазину. Быстро, коротко, но для того, чтобы составить общее впечатление о том, какой же этот магазин, я думаю, у вас получилось. ОК, спасибо большое, что прогуляли с нами по вашему магазину. Он яркий, светлый, привлекательный. И надеюсь, что ваши покупатели будут продолжать приходить к вам, покупать здесь подарки и обычную классическую покупку делать. И развивайтесь. Успехов вам. Спасибо, Наталья. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания.